За плечами гостей 20 побед в 20 матчах, а не первые в турнирной таблице чемпионата открытой лиги Смоленской области среди мужских команд этого года. Наша же команда САЭС при 17 победах и двух поражениях занимает второе место. Игра проходила динамично. Во втором периоде атомщики вырвались вперед и обошли соперников на 6 очков. Бурными аплодисментами при каждом метком попадании десногорских баскетболистов поддерживали болельщики, которых в этот день пришло немало. Это хорошая игра. Как считаете, наши выигрывают? Должны. Мы у себя дома играем, должны выиграть обязательно. Счет идет на равных, поэтому очень сложно следить за ним. В третьем и четвертом периоде команду устроили для зрителей настоящие качели. Игра проходила в интригующем ожидании. Буквально за 6 секунд до окончания матча наша команда уступала сопернику 4 очка. Но благодаря дальнему попаданию трехочков от играющего тренера Даниэля Кобедина и реализованным штрафным броскам с АЭС добыли победу со счетом 80-79. Тяжелая, классная игра была. Это репетиция финала, я надеюсь, этого года открытой лиги Смоленской. Это самая сильная команда чемпионата. Мы с ними в первом круге сыграли очень неуверенно, проиграли порядка 40 очков. На эту игру настраивались, мотивировались, хотели зацепиться. И вы видели, вторая половина у нас не очень складывалась. Но на зубах, на морально-волевых качествах мы все-таки смогли зацепиться и выиграть. У нас приехало всего 6 человек. Возраст у нас тоже немножко постарше мы, чем местные ребята. Поэтому не хватило замены и не хватило здоровья, можно так сказать. По атмосфере, по игре лучшая игра для нас в сезоне. Болельщикам огромное спасибо в первую очередь, потому что атмосфера была сегодня просто прекрасная. Эта игра показала, что баскетбольная команда САЭС – настоящий склоченный коллектив. И каждый игрок просто влюблен в баскетбол. Юным десногорским баскетболистам есть с кого брать пример.